Сегодня в программе Этнокрым. Крымчане узнали о традициях одной из древнейших цивилизаций На полуострове прошли дни армянской культуры. Крымские пейзажи, портреты видных деятелей культуры, искусства и науки. Фотохудожник Шевкет Сулейманов представил свои работы. Чуваши Крыма передают из поколения в поколение самое ценное. В канун Нового года актеры Крымско-Татарского театра подготовили новую концертную программу. Традиции чаепития. Как китайцы проводят древнюю церемонию. Песни, танцы, хорошее настроение. Во дворце культуры профсоюзов города Симферополя 13 декабря царила настоящая праздничная атмосфера. Для всех ценителей страны камней, как часто называют Армению, сегодня армянская диаспора полуострова представила свою культуру. В рамках Дней армянской культуры в Крыму подготовили праздничный концерт. Ему предшествовал целый ряд мероприятий. Это и выставка армянских художников Крыма, и фестиваль армянского искусства Армения Маритима, а также праздник в честь основания поселка для компактного проживания армян Айкаван. Такими мероприятиями организаторы стараются рассказать крымчанам о богатой армянской культуре и древних традициях. Иван Васгенович, Дни армянской культуры в Крыму проводятся регулярно. Скажите, пожалуйста, в каком году зародилась эта традиция и что с тех пор изменилось? Эта традиция зародилась еще в 1990 году. Но регулярно они начали проводиться с 1994 года. Когда в первый раз из Армении приехала целая когорта прекрасных артистов. Но потом уже постепенно, из-за финансирования, все меньше и меньше мы могли приглашать своих соотечественников из Республики Армения. Поэтому и постепенно мы вырастили свои кадры. У нас появился танцевальный ассамбль армян, у нас появились вокалисты, которые справляются своим делом, получили даже звание заслуженных работников культуры. И вот до сих пор мы стараемся держать эту марку. Вроде бы она держится. Арам Григорян 15 лет назад основал в Крыму танцевальный ансамбль Арарат, который по сей день достойно представляет армянское хореографическое искусство в Крыму. Конкурсы, фестивали, праздничные мероприятия не проходят без участия этого поистине народного коллектива. Наш филиал Евпаторийский здесь присутствует. Также здесь находятся все наши воспитанники всех групп. У нас уже более 60 детей в самом Симферопольской ансамбле. Так что надеемся, что в скором времени это станет таким громким, значенным культурным движением, где дети также могут соприкоснуться к своим традициям. Гости праздника наслаждались не только армянскими танцами ансамбля Арарат. Свои вокальные номера подготовили и певцы армянской общины Крыма. Диана, я знаю, что твой репертуар достаточно широкий, ты поешь совершенно в разных стилях. Что сегодня представишь армянской публике? Сегодня я буду исполнять свою авторскую песню, посвященную всем мамочкам. Называется «Центр вселенной». Я ее написала этим летом. Была премьера, посвящена моей мамочке и всем мамочкам в ее лице. И также буду исполнять армянскую патриотическую военную песню. У меня совершенно новая обработка. Это будет роковая обработка, стилистика такая. «Хастинг Сасун». Это песня всех фидаинов. Она очень мощная, очень патриотическая. Пропитана армянским духом. Я думаю, попаду в цель. Такие праздники в Крыму – не редкость. На полуострове живут больше 170 национальностей. И что такое дружба народов, крымчане знают не понаслышке. Знакомство с культурами разных стран и народов стало доброй традицией. Все, кто пришел на мероприятие, все сегодня армяне. И мое мнение, что культура Крыма настолько богата и разнообразна, что мы действительно не должны разграничивать. Отдельно по этническим культурам. Нужно приобщаться к культуре каждого этноса, который проживает на территории Крыма. Нас очень много. Диалог культуры – это наше все. Это сущность крымской культуры. И благодаря этому появляются новые культурные явления. Та самая дружба народов, которая была в свое время таким брендом еще советским. И все это в Крыму продолжает существовать. И имеет самую высочайшую важность. Кульминацией Дней армянской культуры в Крыму 2018 стала концертная программа «Голоса подсознания», на которой можно было услышать волшебные звуки самого аутентичного армянского музыкального инструмента дудука в виртуозном исполнении Аргишти. Аргишти покорил своим мастерством сначала родной Петербург, а затем и другие города России и зарубежья. В Симферополе с концертной программой музыкант выступил 18 декабря в Крымско-Татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре. Аргишти, крымчане слышат неподражаемые звуки дудука в твоем исполнении уже не впервые. Так уж ли тебе понравилась крымская публика и вообще кто приходит на «Голос дудука», скажи? Я приветствую всех крымчан, да, с тех пор, как на карте России появился Крым. Естественно, сюда хочется ехать, здесь тепло, здесь много моря. Здесь много хороших людей. Утонченная публика, она везде найдется, тем более, что тут татары, армяне, очень много разных национальностей южных. Они все любят дудук, ну и русские, конечно. И за этот год я, наверное, раз шесть уже был здесь. Все здорово, люди любят дудук, я должен тоже стараться и нести людям эту музыку. Честно вам скажу, что я в Крыму отдыхаю и тут запах моря, запах России и запах какого-то вдохновения. Скажи, пожалуйста, «Голоса подсознания» — это название сегодняшнего концерта. Здесь только авторские твои произведения или произведения армянских композиторов? Все в перемешку, будет немножко классики. Армянские, естественно, в первую очередь, и авторские тоже есть. Да, я постепенно перехожу на авторскую музыку, потому что, ну, надо что-то новое делать, сочинять и открывать себя этому миру. Тирана-пох или душа абрикосового дерева, так называют дудук, который изготавливается исключительно из абрикосового дерева, который произрастает в Армении. Дудук за всю свою многовековую историю стал неотъемлемой частью армянской культуры. Все жизненно важные события армян сопровождаются мелодией этого уникального музыкального инструмента. Он эмоционально звучит как на различных праздниках, свадьбах, днях рождения, государственных торжествах, так и сопровождает человека в последний путь. Печальные звуки дудука можно услышать не только на выступлениях артистов. Голос этого инструмента очень часто украшает саундтреки к различным кинофильмам, в том числе и голливудским. Музыка армянского дудука была признана шедевром всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Бархатистое звучание дудука не оставляет равнодушным ни одного слушателя. Это настолько древний и зачаровывающий инструмент, что просто раз услышавшись, забыть его невозможно. Так же, как и перепутать с чем-то другим. И само извлечение звука из инструмента меня просто поражает. И раз услышавшись, хочется услышать его еще. Не любить эту музыку невозможно, мне кажется. Она какой-то вызывает такой благоговейный трепет. Перед тем, как услышать дуду, гости и жители столицы Крыма ознакомились с творчеством Соны Таразян. Молодая художница также в рамках Дней армянской культуры в Крыму представила свои работы на суд публики. Сона, насколько мне известно, это твоя вторая персональная выставка. Первая называлась «Точка на моем холсте», вторая «Нити души». Откуда такое название, скажи, пожалуйста, что ты хотела тем самым сказать? Все картины написаны в разные годы. Есть 2011 года, есть 2013, 2014. Это нить, которая ведет нас к нашему 2019 году. Ирина, скажите, как считаете, прослеживается ли в работах Соны армянская тематика? Мне кажется, что, конечно, это видно и даже невооруженным взглядом. Если посмотреть на картины Соны, то вообще видно очень много символов. И тем более видно, что Сона армянка. И выставку она назвала «Нити души». Если посмотреть на картины, мы видим гранаты, которые для армянского народа имеют очень большое значение и вообще являются символом плодородия, достатка, богатства. Мы видим женские образы, да, это вот прекрасная женщина, которая хранительницей очага, она прилимает к своему сердцу все самое теплое, окружает весь мир своим теплом. И, безусловно, если посмотреть на картины, то армянские корни художницы сразу бросаются в глаза. Изысканный теплый вечер, наполненный прекрасной музыкой дудука, завершил Дни армянской культуры в Крыму-2018. Ежегодно 19 декабря каждый ребенок, просыпаясь утром, ищет под подушкой сладкий подарок. Сегодня мы поговорим об истории и традициях светлого зимнего праздника, посвященного Святому Николаю. Калятки, хороводы и игры в Крымском этнографическом музее для школьников младших классов в День Святого Николая провели театрализованное представление. Танцевальный коллектив «Берегиня» и фольклорный ансамбль «Душа Радоница» продемонстрировали гостям, как раньше отмечали этот светлый праздник. Готовились театральные вертепы, готовились калятки, щедровки, то есть очень большие обрядовые действия в Украине вводили маланку еще, в России святочные вечера, то есть там были свои определенные ритуалы, хороводы, гадания. То есть молодежь, начиная с 13 лет, уже к этому серьезно готовилась. Сегодня мы показали спектакль, посвященный Святому Николаю. Готовились мы к нему достаточно долго, где-то полтора-два месяца, потому что это серьезная работа, как и вокальная, так и театральная. Мы познакомили с шуточными персонажами, познакомили их с калятками, потому что, начиная с Святого Николая, раньше в старых традициях изучали калятки. То есть для того, чтобы готовиться к Рождеству, нужно было уже начинать петь калятки с 19-го числа. Старшие начинали петь с 13-го, со Святого Андрея. Ну и плюс мы познакомили их с народными играми, им очень понравилось, и я думаю, что они в свои переменки будут заполнять играми. Традиция дарить подарки в этот день пришла к нам из Германии. В ночь перед праздником дети мыли свои башмачки, выставляли их у порога, а носочки вешали у печки, чтобы Святой Николай оставил там за добрые дела сладкий подарок, а за лень – пучок роск. Эта традиция быстро распространилась по всему миру. Сегодня каждый ребенок знает, что Святой Николай записывает в свою золотую книгу как хорошие, так и плохие поступки. Чтобы Николай пришел, надо сделать доброе дело. Например, маме помочь помыть посуду, а папе помочь помыть пол. Мы с мамой писали письмо Святому Николаю. Я написала, что хочу я конфеты в коробке и водоплавающие очки. Когда я утром проснулась, увидела подарки на нижнем этаже. Это праздник День Святого Николая. Расскажи нам, как ты к нему готовился? Веселый. Можно снять новогодние носки и ждал подарка всю ночь. Именно со дня Святого Николая начинается череда предновогодних праздников, исполнения желаний и волшебства, которого с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Ну а кто-то создает предновогоднюю сказку своими руками. Рождественские открытки, венки, елочные игрушки и многое другое. Около 600 удивительных работ увидели жители полуострова на 12-й праздничной выставке от святителя Николая до Крещения Господня. Эта выставка нужна, чтобы, во-первых, дети вдохновлялись, смотря на работы своих одноклассников, школьников, детей, которые учатся в изо-студиях, ходят в воскресные школы, знали о традициях праздника Святого Николая. Создателям невероятно сказочных работ от 3 до 16 лет. Поделки были выполнены из всевозможных предметов и материалов. Елка из макарон, венок из атласных лент, елочные игрушки из гипса и витражи. Все это результат как индивидуального, так и коллективного творчества. Я подготовила витраж на тему Святой Николая. Я не одна делала этот витраж, со мной была моя лучшая подруга Сосана. Я сначала рисовала эскиз, потом обводила, и мы с Сосаной раскрашивали. У меня изображен сюжет, как Святой Николай сходит с неба и благословляет всю землю. Он очень любит детей. Если дети себя хорошо ведут и верят Святого Николая, он дает им подарки. Мы подготовили вот эту картину, мы делали ее совместно, безпосредственно школы. Какой сюжет эта картинка? Как люди молятся о небу, Богу. За Богу? Угу. Сколько по времени вы делали это на Богу? Два дня, поскольку у нас занятия в воскресенье, каждая получается два дня. Выставка детских работ будет проходить до 19 января, в День Крещения Господня. Будут озвучены имена победителей, а лучшие поделки поступят в фонды Крымского этнографического музея. Добро пожаловать в Хош-Сефа. Так называется новая концертная программа, подготовленная артистами Крымско-Татарского театра в канун Нового года. Начало концерта запланировано на 6 часов вечера, но зрители задолго собрались на мероприятие. День Крымско-Татарского театра Вы часто посещаете Крымско-Татарский театр? Да, мы приезжаем с грушеки, у нас есть компания такая любительская. Мы очень любим спектакли и на концерты приезжаем. Вот мы сегодня приехали, 25 человек на автобус сели и приехали. Молодцы. А за кулисами в этот момент мы наблюдаем переполох, неподдельное волнение, суету и последнее приготовление перед выходом на сцену. Как шла вообще подготовка к концертной программе? Очень волнительно. Вы знаете, ради этих трех минут ты три месяца, Пашушка, и выходишь на сцену ради трех минут удовольствия. Раиса, скажите, о чем песня сегодня? Песня называется «Был к чьим» – это про рыбака. Плыл рыбачить, получается, и утонул там. А любимая не знала об этом. Она кричит, говорит, отпустите меня к нему, он меня там ждет, но она не знает, что он утонул. Мужчины или женщины – кто выносливее, важнее и терпимее? Программа в шуточной и веселой форме была посвящена вечному их противостоянию. А в действительности кто же в жизни главнее? Вы как сами считаете, мужчина главнее в семье, кто глава семьи? Я думаю, что в этом концерте как раз-таки и ответ на мой вопрос, который я себе постоянно задаю. То есть, ну, не могут они существовать друг от друга в отдельности. То есть, это один организм, и они должны друг друга дополнять всегда. Дорбей, расскажите, к чему посвящена сегодняшняя концертная программа? Ну, знаете, это, во-первых, Новый год. К этому празднику мы подготовили новую концертную программу. Это премьера, это, в свою очередь, так, экзамен, скажем, да, наших профессионалов, которые работают оркестр, балет, меня как художественного руководителя, и как постановщика этой концертной программы. Это юмористический концерт. Он, как бы, ну, ни к чему, как бы, такому не привязан, но это Новый год. Это в настроении Новый год, это внутри Новый год, это в музыке Новый год, это в видении Новый год. И там я маленький конфликт еще вложил между мужчиной и женщиной, которые всегда возникают вопросы, да, кто главнее в жизни? Женщина или мужчина? И, как бы, на этом построен весь концерт. На этом построены и танцы, на этом построены и вокальные композиции, и оркестр играет вещи, которые эстрадные и очень интересные, и современно преподнесены в этом концерте. Украшением концерта стали яркие национальные танцы и всеми любимые народные песни. А по-настоящему привел в восторг публику Оркестр Крымско-Татарского театра во главе с дирижером Юнусом Энановым. Калоритные костюмы, уникальное актерское мастерство, яркие декорации и постановки. Все это не оставило зрителей равнодушными. От просмотра каждый получил массу эмоций и большой заряд энергии. Когда мы приходим в наш театр, мы получаем огромное удовольствие, мы получаем такой заряд бодрости, что выходя из зала сейчас, я не могу до сих пор успокоиться, мне хочется танцевать и танцевать. И так я их люблю, просто даже передать не могу. У меня было бы возможность, я бы так всех обняла за их профессионализм. Наш народ настолько музыкальный, что когда они играют, когда они танцуют, и все наши зрители, сидя в этом зале, они никогда не сидят просто. Они сидят все и танцуют, потому что мы получаем большой позитив. Единственный в мире Крымско-Татарский театр по праву можно назвать одним из лучших в Крыму. Он победитель многих международных конкурсов, а коллектив театра поистине уникален. В нем и талантливые вокалисты, прекрасная балетная труппа, великолепный оркестр и целая плеяда мастеров актерского искусства. Поздравляем вас с премьерой. Какие у вас впечатления? Спасибо большое. Очень волновался весь коллектив. Готовились с большим воодушевлением. Молодой коллектив. Видно, что талантливый коллектив на сегодняшний день работает в театре. Готовится выход нового спектакля премьеры. Я так думаю, эта комедия тоже принесет массу впечатлений. Будет и смешно, будет и весело. По радостным лицам зрителей мы можем с уверенностью сказать, театру удалось подарить праздник. Коллективу желаем доброго пути и творческих успехов. Далее в программе. Чуваши Крыма передают из поколения в поколение самое ценное. Мой язык – это мамин язык. Крымские пейзажи – портреты видных деятелей культуры, искусства и науки. Фотохудожник Шевкет Сулейманов представил свои работы. Все то, что снято Шевкетом, со временем войдет в золотой запас истории крымско-татарского народа. Традиции чаепития. Как китайцы проводят древнюю церемонию. А как понять, хороший шайк или не особо? Лучше брать там, где мельче есть, но чтобы он был целый. Сто тысяч слов, сто тысяч песен и сто тысяч вышивок – так гласит одно из выражений этого народа. Сегодня мы расскажем вам о крымских чувашах. Тихие, мирные и скромные – так с разных языков переводится название этой национальности. Фрида Георгиевна Геленштейн – одна из тех, кто стоял у истоков создания чувашского общества в Севастополе. У Байрона есть такие слова – тот, кто не любит своей страны, тот не любит ничего. Наверное, вот этой фразой мы и руководствовались. А начинали мы с того, что мы ничего не знали. Мы собирали по крупицам, по крупицам собирались, коллективно вышивали вот эти монеты, чистили, все делали. Вы видите, результат через 15 лет уже виден. Мы стараемся сделать так, чтобы о нас услышали. Впервые о чувашах упоминалось еще в XVI веке, но по многочисленным исследованиям тюрколога и чувашеведа Николая Ашмарина, этот народ является прямым потомком волжских булгаров, живших на Средней Волге в X-XIII веках. На крымских землях чуваши появились еще при Екатерине II во время переселения на полуостров жителей из Поволжья. Наши земляки являлись хорошими строителями, они были привлечены для строительства многих объектов и сооружений в Крыму, в том числе и знаменитой 35-й береговой батареей. Следующий поток чувашиев и появление их в Крыму – это после Великой Отечественной войны. Многие наши земляки появились здесь на возрождение из руин города Севастополя, в том числе и крымские города, как Керчь, Феодосия и все остальные другие, в том числе и Симферополь. Согласно переписи населения 2014 года на Крымском полуострове проживает 1990 человек чувашской национальности. Так как Крым – благодатный край, и здесь выращиваются виноград, плоды, овощи. У нас в Чувашии есть такой вурнарской совхозтехнике, где готовят специалистов плодовощеводов. Выпускники приезжали сюда на стажировку. После стажировки многие наши землячки оставались здесь, заводили уже семьи, это у них уже порядка нескольких поколений наших земляков проживает здесь. В своей деятельности чувашское общество сохраняет старинные традиции предков, развивает национальную культуру и оберегает свой родной язык. Чувашский является единственным из сохранившихся языков булгарской ветви. Я разговариваю на этом языке с детства. Это мой язык, это мамин язык. На территории Чувашии, Чувашии разговаривают 55%. Полтора миллиона человек по всей России, даже за границей, разговаривают на чувашском языке. Даже за много тысячи километров, вот здесь, в Севастополе, мы не забываем свой родной язык. Древние наши люди, они, те, которые не умели писать, они, естественно, у них была там га. Они крестики ставили, палочки, вот, и вот таким образом, конечно, они объяснялись между собой. Также языком древних Чувашей была вышивка и танец. Каждый рисунок нитью в народном костюме несет в себе зашифрованное послание. А по движению руки девушки в танцы можно определить ее мысли и желания. Язык сохранить можно только тем, чтобы наши дети тоже изучали наш язык. Они знали, вот мои дети, например, но много-то не знают, потому что я вышла замуж, естественно, за украинца. Мы разговаривали на русском языке, но я старалась и внукам кое-что передавать. Если вот, как у нас поэт наш говорил Сеспель, пусть наши дети будут знать чувашский язык, свой родной язык, не забывают. Пусть они чувашию полюбят крепко, благородно. Мы вот старались бы, конечно, но мы живем далеко от родины. Кое-что вот знают, и песни наши тоже знают. Мы хотим выполнить свою основную цель. Мы хотим объединить всех земляков, которые проживают здесь, передать им тот багаж знаний, опыта, культуры, традиций чувашского народа, и чтобы эти традиции продолжались. Чуваши – самобытный народ, его культура и традиции – чрезвычайно интересны. И более детально о них мы расскажем в наших следующих выпусках. Сегодня сложно представить современное общество без фотографий. Возможность остановить мгновение и одним снимком показать зрителю другое видение реальности. В этом проявляется творчество фотохудожника Шевкета Сулейманова. По специальности строитель, а в душе художник. В это трудно поверить, но автор этих фотографий – самоучка. Шевкет Сулейманов представил на суд зрителей более 60 работ в Крымско-Татарском музее. В основном это бытовые зарисовки из поездок по Крыму и за рубежью. Я в провинции Ялова был, я в провинции города Адана, в долине Ван. Есть там один исторический город, то есть в Турции. Это деревянный город, деревянного зодчества. Вот там очень много побывал, там снимал. Но в основном, видите, мои персонажи, портреты наших видных деятелей. В объектив его камеры часто попадают случайные прохожие. Но большее внимание мастер уделяет крымским пейзажам. Это и старинные улочки Бахчисарая, ландшафты Южного побережья и мечети Крыма. В этом он проявил себя не только как фотограф, но в большей степени как художник. Его фотографии становятся значимыми, становятся символическими. Это умение передать краски, умение высветить объект так, что он звучит и показывается нам по-новому. И работая над портретами, когда мы готовили выставку, действительно мастерские сделанные фотопортреты, где-то это просто выхваченный момент из жизни не одеревеневшего человека, застывшего перед кадром. Фотография, она заставила взглянуть на этих людей по-новому, раскрыть новые грани их характера. Шевкет Сулейманов родился 25 декабря 1952 году в Узбекистане. Фотографией увлекся с пятого класса. Фотомастерству нигде не обучался, до всего доходил сам. Увлечение детства всегда сопутствовало ему по жизни. А с 2012 года фотография стала основным видом его деятельности. Естественно, все то, что снято Шевкетом, со временем войдет в золотой запас не только музеев, но, я так думаю, что и истории крымско-татарского народа, потому что снято очень много известных людей, черно-белых портретов, замечательных портретов, известных, неизвестных людей. Так, скажем, сегодняшняя наша жизнь. То, что поколением передастся и о чем они будут судить о нашем дне через эти фотографии, введенные имя. Особое место в творчестве Шевкета Сулейманова занимает цикл черно-белых портретов известных деятелей крымско-татарской культуры, искусства и науки. Понимаете, мгновения, переживания человека, внутренний мир человека познается в его лице, понимаете? Какое лицо человека, вот такое у него внутренний мир. Вот, и вот все персонажи, у всех разные, видите, эмоции на лице, у всех какие-то переживания, какие-то радости. Более выразительный характер человека проявляется в этом свете. Понимаете, вот в свете у меня так не получается, как черно-белых. Автор – участник многих выставок. Он активно путешествует по Крыму и продолжает работать, запечатлевая на снимках яркие моменты своей жизни. Выставка «Остановись мгновение» продлится до конца января 2019 года. Обилие разножанровых работ, выполненных в оригинальных техниках, не оставит равнодушными никого из зрителей. Сегодня чаем мы можем угоститься в каждом доме. А в древности этот напиток был доступен только богатым людям и относились к нему с глубоким уважением. Жители восточных стран, как несколько тысяч лет назад, так и сегодня, продолжают бережно относиться к чаепитию, соблюдая все традиции чайной церемонии. Чайная церемония – это не просто чаепитие, а практически таинство, при котором участники процесса не только могут насладиться вкусовыми качествами чая, но и достичь спокойствия и умиротворения. Китайская чайная церемония, конечно же, проводится с китайским чаем. Я вам хочу предложить чай «Найсянь зиньсюань» – углиный цветок молочного аромата. Мы делаем несколько вдохов-выдохов, согревая своим дыханием чай, и каждый знакомится с чаем. Затем мы прогреваем посуду и уже потом завариваем чай. Елена Владимировна познакомилась с китайской чайной церемонией в далеком 2000 году. И с тех пор с большой радостью делится своими знаниями со всеми, кто желает научиться выбирать хороший чай и правильно его заваривать. Сейчас я сделаю набивание аромата, оно делается для того, чтобы чай раскрылся и в дальнейшем хорошо заваривался. Вот это ритуал. И вот сейчас можно почувствовать, как изменился аромат по сравнению с сухой заваркой. Есть разница? Традиционно первая заварка не пьется. Она служит для омовения чайных листочков, чтобы чай напитался влагой и в дальнейшем хорошо заваривался. Вы видите, что я практически не держу в чайнике чай, сразу же переливаю, но тем не менее чай будет завариваться. И переливаем в специальную чашу, называется чахай – море чая. То есть вот эта чаша широкая, куда мы сливаем чай предварительно, чтобы всем достался одинаковой крепости. Сколько раз можно заваривать чай? Традиционно заваривают до восьми заварок, но на самом деле, если чай хороший, мы можем заваривать, пока есть вкус и аромат. Наблюдать за тем, как мастер проводит чайную церемонию – большое удовольствие. Аккуратные и плавные движения ведущего придают процессу особое настроение. Здесь нет места спешки, а завораживающие манипуляции мастера полностью погружают участника в атмосферу гармонии и спокойствия. В этом процессе каждому элементу придается огромное значение. К примеру, во время передачи чая обязательно необходимо наладить зрительный контакт с ведущим церемонии. Вот эта посуда называется «чайная пара». Это специальная посуда для чаепития именно с удунами. Высокий стаканчик символизирует небо отца, мужскую энергию. А маленькая чашечка – это мать-земля, женская стихия. Подставка их объединяет в единое целое, как семью, как пару, как источник жизни. Давайте вместе накроем маленькой чашечкой небесный стаканчик. И сейчас мы должны вернуть землю вниз. И тут наступает самый интересный момент церемонии. Мы загадываем желание. Когда вы будете поднимать небесный стаканчик вверх, считайте бульки. Если получится 9 булек, то желание обязательно исполнится. Ну что сказать, первое мое желание не сбудется. Я услышала всего 5 булькающих звуков. Но тогда я не знала маленького секрета. Высокая чашечка должна плотно касаться стенки второго сосуда. И тогда есть все шансы получить желаемый результат. К большому сожалению, во время церемонии загадывать желание можно лишь единожды. И когда мы насладились ароматом, мы пробуем чай. Конечно же, пьют без сахара, без всяких добавок и еды. В Тае любят больше чистый вкус чая попробовать. В повседневной жизни каждый день они проводят этот ритуал, когда садятся пить чай? Нет, конечно же. Такая церемония не проводится каждый день. Просто с маленьких чашечек пьют обычно. С чайными парами пьют по большим праздникам или когда собирается вся семья. Есть принципиальные отличия чайной церемонии китайской от японской? Да, японская чайная церемония более строгая. Как правило, там не разговаривают. Отличается и по проведению ритуалу самому, и по чаю. В Японии только зеленый чай выращивают. И используется порошковый чай, называется матья. То есть чай фактически перемалывают в пудру, взбивают венчиком, получается пена. То есть фактически мы пьем сам порошок. В китайской церемонии мы можем спокойно беседовать, общаться. Китайские монахи говорили о том, что только при правильном соблюдении церемонии чайной задействуются все пять стихий. Пятым элементом является металл. Металл – это сам человек. То есть это те люди, которые выращивают чай, которые заваривают чай и которые присутствуют во время чаепития. Это наше внимание, почтение, уважение к чаю. А дерево? Это воздух, конечно, у них? Да, это сам чай. Или вот деревянные инструменты, которые используются. Почва – это глина. Вода – это понятно. И огонь всегда тоже на чайной доске присутствует. Вода, по мнению китайцев, это мать чая. И от того, какую воду будет использовать в ведущей церемонии, непосредственно зависит вкус чайного напитка. Старые мастера рекомендуют заваривать чай в мягкой и сладкой воде, желательно ротниковой. Иначе можно полностью испортить вкус даже самого дорогого чая. Пристальное внимание уделяется также и температуре кипения воды. Когда вода закипает, называется стадия белый ключ. То есть в белом ключе рекомендуют воду выключать, убирать с огня. После этого она становится мертвой, перекипевшей, то есть не может уже информацию переносить. Повторно тоже заваривать не рекомендуют одну и ту же воду, либо остывший чай. Поэтому очень часто мы поливаем чайник, допустим, чаем или поливаем кипятком просто, чтобы чайник постоянно оставался горячим. В Китае для каждого вида чая используют свой заварочный чайник, а их шесть. Белый чай самый молодой, его собирают ранней весной. Это почки, покрытые белым ворсом. Китайцы верят, что он омолаживает организм и придает тонус. К следующей группе относятся зеленые чаи. В них много витамина С, они горьковатые на вкус и очень хорошо охлаждают во время жары. Следующими по степени ферментации идут желтые чаи. Про желтые вообще мало кто слышал. Они раньше поставлялись только ко двору императора. Это отборнейшие почки. Такой чай не терпит суеты. То есть больше для подарков, для каких-то важных событий, для медитации. К четвертому виду относятся бирюзовые чаи. Их еще называют улунами. Без ароматизаторов они придают напитку молочно-цветочный аромат. Дальше идут привычные нам черные чаи. Только в Китае их называют красные. Специфический рубиновый оттенок им придает специальная прожарка на углях. Черным же чаем у китайцев является пуэр. В нем большое количество ферментов и его считают лекарством от ста болезней. Есть легенда о происхождении чая, связанная с именем такого мифического героя Шэнь Нун. Считается, что он испытывал на себе разные растения, фрукты, цветы, ягоды. И однажды он попробовал 72 ядовитых растения. Ему было не очень хорошо. Он лежал под кустом, отдыхал в тенечке. И капелька росы, нагретая на солнце, скатилась и попала ему прямо в рот. И он почувствовал облегчение, горьковатый вкус. Потом он собрал эти листья, уже попробовал их пожевать, заварить. Ну и считается, что таким образом был открыт чай. Широкое распространение чай в Китае получил уже в первом веке до нашей эры. В России он появился во времена Великого Шелкового Пути. Но истинно оценить и полюбить чайный напиток в нашей стране смогли лишь в 19 веке. Тогда же была сформирована традиция заваривать чай в самоварах. И если сегодня в России самоварами продолжают пользоваться в основном в отдаленных селах и деревнях, то в Китае по сей день даже продолжают придерживаться 10 строжайших запретов в чайной церемонии. Например, чай до еды нельзя пить запрет. Чай после еды, чай во время еды. То есть вы спросите, когда же можно? Как правило, пьют либо за полчаса до еды, либо через час после. Есть запрет на повторное заваривание уже остывшего чая, на запивание чаем лекарств, на холодный чай. А как понять, хороший чай или не особо? Очень много чайных мамок покупают. Да, правило выбора чая. Это, конечно, отдельная тема. Есть так называемые 4 чайные драгоценности в чайном листе. Это форма, аромат, цвет и вкус. Лучше брать там, где мельчий лист, но чтобы он был целый, чтобы он был не поломанный. Одного примерно размера и формы. Второй – это, конечно, цвет. То есть цвет должен быть однородный. Если это зеленый чай, то, конечно же, он не должен быть бурый. Если это черный, то смотрите, чтобы он не был поломан. Поменьше было чайной пыли, какого-то мусора. С каждым новым завариванием чай обретает новые ароматы. Если во время первой дегустации мы почувствовали больше молочный вкус, то чуть позже в чайном раскрылся цветочный букет. Иногда участники церемонии обмениваются чашечками для того, чтобы почувствовать аромат одного и того же напитка друг у друга. Мастера говорят, что таким образом можно понять настроение и характер человека. А еще мы заметили, что во время церемонии ведущий абсолютно не жалеет воды, активно разливая ее на поднос. Вы видите, что у нас ее много достаточно льется здесь. Это считается к изобилию, потому что вода – это символ достатка. То есть там, где есть реки, там всегда есть жизнь. И это взаимосвязано. Елена Владимировна, спасибо вам большое за очень интересный рассказ и за очень вкусный чай. Мы вам советуем как-нибудь обязательно попробовать обрести гармонию, наслаждаясь настоящим изысканным вкусным чаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»